Здравствуйте, я врач-гастроэнтеролог медицинского центра Верба Майер Пахомова Лилия Аликовна. Сегодня я хотела бы с вами поговорить о диетотерапии при определенных заболеваниях. Диета как фактор лечения применяется давно и является неотъемлемой и главенствующей частью терапии. Без соблюдения правил питания невозможно вылечить ни одно заболевание, тем более заболевание желудочно-кишечного тракта. Сегодня я хотела бы с вами разобрать питание при язве желудка и заболеваниях, воспалительных заболеваниях желудка 12-перстной кишки, это в частности гастриты и гастродоудениты. При данных заболеваниях применяется диетический стол номер 1, который модифицируется в зависимости от стадии заболевания и подразделяется на стол 1А, стол 1Б и просто стол номер 1. Назначаются эти все модификации в зависимости от стадии обострения или выздоровления заболеваний. При обострении язвенной болезни и при обострении хронического гастрита и гастродоуденита у нас происходит активное кислотоводеление. Чтобы питание диетическое назначается для максимального химического и механического щежения слизистой оболочки желудка. Поэтому оно подразумевает только гомогенизированные продукты на первых этапах. То есть продукты тщательно перерабатываются, и всегда подаются теплыми. Питание подразумевает до 7 раз принятие пищи маленькими порциями. Оно включает в себя на первой неделе стол номер 1А включает в себя слизистые супы, жидкие каши с маслом и мясные и рыбные продукты только в виде омлетов или протертые, приготовленные на пару. По мере выздоровления мы начинаем расширять диету, то есть продуктами расширяем, добавляем какие-то продукты. И, соответственно, уже пища может быть не такая пюрообразно обработанная. Она уже может быть, мясные и рыбные продукты, они прокрученные, но приготовленные также на пару. Эта диета будет соблюдаться в течение месяца и называется стол 1Б. Далее по мере выздоровления мы опять же можем добавлять дополнительные продукты, и уже пища будет не протертая, не гомогенизированная, но мы просим всегда, чтобы была она тщательно пережеванная. Это называется стол номер 1 уже. Основной, базовый при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Пища не протертая, но мягкая, хорошо пережеванная, употребляется до 5-6 раз в сутки, только в теплом виде. Последний прием пищи строго за 3 часа до сна, чтобы не перегружать желудок и, соответственно, ферментное кислотообразование не стимулировать. Исключаются на этот период соблюдение диетического стола номер 1, исключаются бульоны, мясные, костные, жареные и жирные блюда, газированные напитки, копчености, острая, мягкий хлеб и выпечка. Разрешаются овощи в любом виде, то есть это овощные супы, овощи отварные, овощи, приготовленные на пару, мясные и рыбные блюда, хорошо отваренные, приготовленные на пару, прокрученные, то есть это тефтели, кнели, различные модификации из фарша. Яйца в виде омлета можно, можно в виде яиц в смятку, каши употребляются, но не сухие, а более жидкие все-таки. Единственное запрещается, это еще к тому, что я сказала дополнительно, это молочные продукты, выпечка, и на место них употребляются сухари, и хлеб не свежий, а черствый. Следующее диетическое питание, которое мы с вами рассмотрим, это питание после удаления желчного пузыря. Назначается диетический стол номер 5, и целью его является это предупреждение воспаления в пораженных органах, улучшение состояния органов, это в частности печени и желчевыводящих путей, и предупреждение их раздражения пищей. При этом, значит, диета предусматривает химическое исчижение печени и органов желудочного кишечного тракта, и не требует в данном случае механического исчижения, как при заболеваниях желудка. Диетический стол номер 5, он является базовой лечебной диетой, которая может использоваться при многих заболеваниях желудочно-кишечного тракта, в частности, это при заболеваниях и поджелудочной железы, и печени, и желчного пузыря. И иногда мы также рассматриваем при заболеваниях кишечника. Если нет более серьезных воспалительных хронических заболеваний со стороны кишечника, то тогда уже рассматриваются диеты с исключением каких-то определенных продуктов, которые являются триггерами для возникновения данных заболеваний. В состав диетического стола номер 5 входит в основном у нас овощные и молочные супы, каши, черствый хлеб, сухари, мясо и рыба, только отварные. Овощи и ягоды не кислые. Обязательно даже рекомендуется для данных пациентов для улучшения желчи и отделения это прием одного яйца обязательно на завтрак. Здесь уже сам человек выбирает смятку или крутое, то есть это не важно. И какие-то употребления жиров животных во время завтрака, также для улучшения желчи и отделения, или это добавление сливок, или же это сливочное масло в каше на бутерброд до 30 грамм в день. Растительные масла употребляются до 70 грамм в день в виде добавок в салаты. Поваренная соль ограничивается до 5 грамм в день. Пища также должна быть теплая, отварная или тушеная. Прием пищи 5-6 раз в сутки. Также последний прием не позже, чем за 3 часа до сна. Исключается в обязательном порядке, в данном случае это алкоголь. Субпродукты, жирное мясо, копчености, грибы, бобовые, лук, острое, жареное, консервы, газированные напитки, какао, шоколад, сдоба и кремы. Если же у человека с заболеваниями печени и желчеводящих путей происходит обострение, то данная диета становится более жестче. И здесь уже подключается не только химическое щежение, мы соблюдаем, но и механическое щежение, то есть блюда становятся протертые. При обострении назначается более жесткая диета на 2-4 недели, а также потом пациент переходит на стол номер 5. Благодарю вас за внимание. Будьте здоровы! Субтитры создавал DimaTorzok